За рекордную сумму 12 миллионов в год ушел кусок земли под стоянку. Узнаете, где золотой участок. В центре города размыло дорогу, провалившуюся машину доставали спасатели. В Ачинске впервые прошел сабантуй. Смотрите, как отметили многонациональный праздник. Сегодня утром в редакцию поступило сообщение о том, что на первом микрорайоне провалилась машина. Совсем недавно, пару дней назад, теплосети проводили здесь работы, меняли трубу. Вчера вечером мы ехали, здесь было все нормально. А сегодня, пожалуйста, случилось такое. Спасатели сразу огородили лентой опасный участок. Работники теплосетей расставили предупреждающие знаки. О том, как все было, мы спросили у водителя провалившегося авто. Ехали просто, упали и все. Двумя колесами дорога обвалилась. Там до нас еще, говорят, грузовая еле вытащили. Это еще крупно повезло, что после провала в яму глубиной до полуметра автомобиль не поврежден и, со слов владельца, в ремонте не нуждается. Из-за чего произошел провал, рассказал представитель теплосетей. Вот смотрите, прокопали в трамбу, положили, утрамбовали, экскаватор накатал, все сделал. Дождь пошел, подмыло, вот тебе и все. А как хорошо сделать, правда? Мы копали два дня назад. Как сделать? Она не усердная никак. Теплостях уверяют, что сегодня провал будет засыпан щебнем. Главный инженер Анатолий Ковалев говорит, что мастера проверят другие участки, где менялись трубы, чтобы такое не повторилось. Дарья Потехина, Александр Сиделев, новости телеканала АСА. Это рекорд. Такого в Ачинске еще не было, чтобы участок земли под стоянку ушел с аукциона за 12 миллионов арендной платы в год. Даже застройщики не платят такие бешеные деньги за землю под высотки. А ведь они возвращают их с лихвой при продаже квартир. А тут всего лишь стоянка, причем бесплатная. Значит, ценность этой земли в чем-то другом, если победитель аукциона поднял такую цену. Это не просто кусок земли, а парковка перед рынком шестого микрорайона. В последнее время вокруг него одни скандалы. Вот как выглядит их календарь. Несмотря на скандалы, кусок земли не перестал быть прибыльным. По нашим подсчетам, хозяева базара раньше зарабатывали на нем миллионы, а теперь, по информации наших источников, хотят получить десятки миллионов. Схема, как сообщают знающие люди, такая. Сформировать большой участок, порядка 8 тысяч квадратов, это приблизительно базарная площадь плюс парковка перед рынком. А затем, об этом уже многие в городе говорят, продать аренду крупнейшей торговой сети «Магниту». Гигант ритейла уже несколько лет ищет землю в Ачинске для гипермаркета. По нашей информации, эта сделка потянет на 46 миллионов рублей. А теперь назовем предполагаемых участников этой финансовой схемы. Директор и единственный учредитель фирмы «Союз-14» Ревас Цамая. Это его компания сегодня выкупила 10-летнюю аренду стоянки за 12 миллионов рублей. Хотя начальная цена была в 24 раза меньше, всего полмиллиона рублей. На днях эта же фирма получила в аренду муниципальное помещение, тоже на рынке 6-го микрорайона. Недорого. Арендатор помещения изъявил желание продолжать пользоваться помещением на условиях аренды и, соответственно, заявился на торги в качестве участника и, так как был единственным участником, получил это имущество в аренду. Там ООО «Союз». Во всех рыночных схемах Ревас Цамая, похоже, действует вместе с Сергеем Шиховым. Сегодня Шихов является официальным арендатором участка, на котором незаконно работал рынок 6-го микрорайона. Это открытые участники финансовой схемы на 50 миллионов рублей. Василий Мизинко, вице-спикер горсовета и лидер местных единороссов, старательно открещивается от базарной темы. Он единственный получил этот участок под строительство крытого рынка в 2014-м. Построить ничего не смог, а может и не собирался. Уверяет, от базарных дел отошел. Да и вообще от бизнеса. Честно служит за зарплату. Но депутат Валерий Гусаров заявляет, версия единоросса Василия Мизинко шита белыми нитками. Он не мог не знать об этой ситуации. То есть, хоть во время нахождения его на рынке, хоть после его ухода оттуда. То есть, он же видел, что рынок существует. Как депутат обязан был поднять этот вопрос? Должен был поднять вопрос, должен был предложить рассмотреть этот вопрос, как-то оказать давление на застройщиков или содействие какое-то. Ну, предложить им, что все-таки, раз не справляетесь с ситуацией, то есть, уйдите, дайте другим, кто хочет строиться. А здесь просто шла такая какая-то, знаете, оголтелая просто работа. До того момента пока не увидят, знаете как. То есть, в принципе, так. Грабим, пока не видят. К слову, а Госдума у нас сейчас пытается прижучить решал во власти? Не хотелось бы мне, конечно, думать, что Василий Николаевич такой человек. Не знаю. Я думаю, что Госдума правильно, наверное, делает. Конечно, потому что решал во власти – это всегда повышенный элемент коррупции. Скажем так, из-за этого муниципальная или какая-то исполнительная власть становилась интересна, именно как раз решала. Почему? Потому что они могли на этом поле выстраивать бизнес и зарабатывать хорошие деньги. К тому же базарное прошлое не отпускает грехи Василию Мизинко. Мэрия после прокурорской проверки подает в суд на депутата Единоросса за незаконное обогащение на казенном имуществе. В пятницу в суд Мизинко не явился. И получить его комментарий нам не удается. В истории с рынком 6-го микрорайона ничего не случайно. Тут все идет по схеме. И посторонних в нее, как видите, сами не пускают. У меня есть еще один факт, который, как мне кажется, это подтверждает. Антимонопольщики обвинили Ачинскую мэрию в нарушении конкуренции. Власти незаконно отдали новому арендатору земельный участок на Зверево. А это адрес рынка 6-го микрорайона. Это было в 2011-м. Тогда УФАС доказала, что администрация по-хитрому, без торгов, отдала земельный участок в аренду. Под рынок. Под незаконным распоряжением стояла подпись первого заместителя мэра Владимира Аникеева. Тогда все пришлось отменить. Но схема, как видите, все равно не поломалась. Наталья Сусанина, Телеканал ОСА. Жильцы многострадального дома МПС-1 в юго-восточном районе уже не могут сдерживать эмоции. Ведь как только начинается небольшой дождь, их квартиры превращаются в водопад. Еще в апреле на этом доме должен был закончиться капитальный ремонт кровли. Выполняет его здесь все та же небезызвестная фирма Добродом. Сроки сдачи объекта постоянно сдвигаются, а рабочих на крыше жители так и не видят. Только жить в сырости люди уже устали. Два окна. У нас окна деревянные. Пришли полностью в негодность. Одно вообще не закрывается, второе не открывается. У нас деревянные окна. Полы в зале ДВП нужно снимать. Потому что протечка была такая, там вздулись полы, соответственно, вся эта грязь и вся вонь ушла туда дальше. В данный момент, как будут обстоять дела, я обхожу, мы с вами вместе осматриваем места, фотографируем, фиксируем в объеме, в кубатуре. Составляем элементарную смезу по средней стоимости ремонта вашей квартиры. Такие обещания собственников не устраивают. Они уверены, что единственный для них выход – это обращение в суд и прокуратуру. Ну, обещания, я так понимаю, дают уже несколько месяцев. Никакой уверенности – это точно. Потому что не показали ни документов, ничего, все на словах. То есть никакой уверенности вообще нет. Самый главный вопрос – кто вообще разрешил, кто вообще утвердил этот проект, по которому разобрали полностью крышу. То есть, соответственно, по этому проекту было предусмотрено, что будет топить людей. Кто утвердил этот проект, чьи там подписи стоят. Кто вообще разрешил заниматься этой крышей без наших разрешений. Вот здесь все, кто стоят, ни один человек не сказал, что я подписался. Я не подписался. Представитель Добродома заверил, что к вечеру этого воскресенья крыша будет закрыта. Только вот жители верят с трудом. Ведь за два дня выполнить такой объем работы невозможно. Отметим, что телеканал АСА следит за историей дома МПС-1. Мы обязательно проверим, выполнит ли подрядчик свои многочисленные обещания. Елизавета Никитина, Вячеслав Кебиков. Новости телеканала АСА. В детском лагере «Сокол» снят карантин по ОРВИ. Но один кортус по-прежнему остается на карантине по менингиту. Это чуть больше ста человек. Напомню, что в начале смены у одного из мальчиков врачи поставили диагноз «сирозный менингит». Еще троих администрация лагеря вывела с острым респираторным заболеванием. На сегодняшний день эти дети уже вернулись в «Сокол». По нашей информации, в эти выходные родители начали забирать детей заранее, из-за карантина не дожидаясь конца третьей смены. Однако руководство лагеря комментирует, что массового тока нет. Жители дома номер 44 в Яго-Восточном районе отсудили придомовую территорию. Суд признал незаконной сделку по продаже земельного участка под жилым домом, а также вернул подвал в собственность жильцов. Два месяца назад телеканал АСА рассказывал об этой истории. Жители подали документы на участие по благоустройству дома, но выяснилось, что ни подвал, ни территория под жилым домом им не принадлежит. Оказалось, что придомовая территория продана компанией, собственник которой зарегистрирован на Виргинских островах. А подвал сдан в аренду, магазину и каждый месяц в городскую казну поступает по 500 тысяч рублей. Теперь, по решению суда, деньги, поступающие от аренды, будут переходить в бюджет дома. Будет составлен перечень ям на дорогах. Николай Костюченко, начальник ЖКХ, пополняет этот список каждый день. Делается это для того, чтобы максимально охватить все участки, нуждающиеся в ремонте. На сегодняшний день все средства, выделенные на ямочный ремонт, а это 4 миллиона рублей, израсходованы по назначению. И больше денег на ремонт нет, поясняет Костюченко. Те ямы, которые не попали в плановую заделку, будут устранять всеми подручными способами. Например, кирпичами. А на следующий год эти участки дорог будут внесены в план и заделаны уже по всем правилам. Для татаро-башкир Сабантуи давно стал уже не просто народным, но и национальным праздником. В этом году он пришел в Ачинск. Здесь все по традиции. Много угощений, много веселья и национального колорита. Если в блюда русской кухни в основном вкладывают душу, любовь, то что вкладывают в блюда татарской кухни? Ой, ну что может человек вкладывать? Какая разница, русский или татарский? Конечно, русский. Душа одинаковая. Это самовар. Топится, топится на шишках. Изумительно. Получается вода чудесная, плюс она еще и родниковая. Вкус у чая исключительный. Ясно, какие-то полезные свойства шишки отдают, наверное. Конечно. Она же, энергетика у нее есть природная. Гораздо лучше. Вот так заварник ставится. Лишний раз убеждаю, что татары это все-таки очень гостеприимные люди, очень добрые. Нас угостили национальным блюдом, это хворост и одна из разновидностей чак-чак. А сейчас мы попробуем. Слова держат, ну. Ну и какой же сабантуй без национальных спортивных игр. Сейчас мы находимся на площадке, где проходит копчег Сугыши. Другими словами, это будет подушками. И, как мы видим, это не так просто, как кажется. В честь праздника небольшое пожелание, в честь национального праздника. Но в честь национального хочется, не надо различать татарин, грузин, чтобы все жили мирно, счастливо, здоровья всем. И вот, чтобы устраивали чаще вот такие праздники. Все мы знаем, что на территории Краснодарского края праздник Сабантуй проводится уже много раз и в разных местах. Наконец-то он добрался и до нашего города. Я думаю, все жители, кто имеет к этому празднику свое национальное отношение, будут очень рады и довольны, что, наконец-то, имеют возможность отмечать такой старый древний праздник у нас в городе. С чем я и хочу поздравить наших жителей. Можно с уверенностью сказать, что Ачинский Сабантуй объединил в себе не только татары-башкир, но и все остальные национальности. Организаторы с уверенностью говорят, что теперь этот праздник станет в Ачинске традиционным. Елизавета Никитина, Вячеслав Кепиков, новости телеканала ОСА. 29 июля, Всемирный день губной помады. Команда телеканала ОСА решила принять участие в одном из мероприятий, посвященных празднованию этого события. Ну что, мои дорогие, для того, чтобы приступить к опробованию нашей замечательной помады, мы сначала с вами немножко поухаживаем за нашими губами. Матовые, кремовые, глянцевые, сотни оттенков, разнообразные текстуры, необычные цвета. Помады сегодня на любой вкус. В честь Международного дня губной помады компания Mary Kay в Ачинске устроила праздник для своих клиенток и гостей. Отвечая на вопросы викторины, девушки выигрывали подарки, пробовали новую продукцию и покупали понравившуюся. А сейчас по отпечатку губной помады мы узнаем немного обо мне. Ваша харизма никого не оставит равнодушным. Вам нравится быть в центре событий, и вы точно знаете, как привлечь в себе внимание собеседника. На праздники губной помады побывали мы. Анна Котегова, Вячеслав Гебиков. Новости телеканала АСА. Новости телеканала АСА. Новости телеканала АСА. Субтитры сделал DimaTorzok